Друзья, сегодня в прямом эфире у нас потрясающая тема с экспертом, которого мы ждали больше месяца. Наконец-то он приехал, смог приехать для того, чтобы провести прием, для того, чтобы вы смогли задать вопросы, интересующие вас. А тема у нас гомеопатия. Меня зовут Юлия Капитонова. Наш телеграм-канал работает. Пишите ваши вопросы. И 8 800 707 08 27. Это номер, по которому вы можете нам позвонить и проконсультироваться с Романом. Гомеопатия. Есть статистика, которая гласит, что гомеопатия... 75% россиян знакомы. То есть знают, что это такое. Я отношусь к 25%, которые не очень знакомы с гомеопатией. Надеюсь, сейчас познакомлюсь. Больше половины россиян ей доверяют, пользуются гомеопатией. Есть два лагеря. Три лагеря. Есть три лагеря людей. Одни любят гомеопатию, лечатся исключительно ей. Другие гомеопатию считают уже наукой. Третьи интересующиеся. Хотелось бы узнать. Интересно, но что-то вот такое непонятно. Прием ведет замечательный доктор Роман Бучеменский. Позвольте я вас представлю. Магистр медицинских наук. Эксперт по холистической медицине гомеопат. Ректор Международной академии холистической медицины. Президент Всемирного гомеопатического саммита. Потрясающе. То есть это огромное сообщество докторов, врачей, гомеопатов. Хотелось бы, чтобы их было больше. Когда-то, например, в конце 19 века в Соединенных Штатах более 90% врачей были гомеопаты. Сейчас, по нашим подсчетам, около полумиллиона до 750 тысяч врачей в мире занимаются гомеопатией. Причем занимаются профессионально каждый день. И все больше и больше людей задаются вопросом, что же такое гомеопатия. Все больше и больше вопросов. Как от обывателей, так и от профессионалов. Как же быть, что делать. Кстати, вот эти цифры, которые вы огласили, меня они очень радуют. Я езжу по миру, я общаюсь с коллегами в разных странах. И по своей должности, и по тем проектам, которые мы ведем в разных странах мира. Вот эта осведомленность о гомеопатии в России радует. И мне кажется, что само по себе отношение к гомеопатии в России, оно всегда было очень серьезным. Это метод, который признан лечебным методом Министерством здравоохранения России. Уже в 1937 году была первая диссертация по гомеопатии защищена в России. Вне России было немножко раньше, но в России. Ну и вот эта цифра, что в России более 200 диссертаций, связанных с темой гомеопатии, защищены. Но это просто очень радует. И я этой цифрой прямо подбадриваю своих коллег из других стран. Где учатся на врачей-гомеопатов? В зависимости, о какой стране мы говорим. Если в России, то в России гомеопатом может быть только человек с высшим медицинским образованием, врач. И потом специализация у него в гомеопате. То есть это не какие-то коучи, как сейчас модно. Это не какие-то люди, которые вдруг решили, у них открылся третий глаз, и они решили лечить других людей безопасным, казалось бы. Это же не лекарство. Это же не прям вот таблетка с каким-то сильным лечебным действием, с побочными эффектами. Сейчас я вас спрошу, если у гомеопатических средств побочные эффекты. Казалось бы, да, вот, а оказывается, это люди с высшим, это доктора. Это люди с высшим медицинским образованием. Это доктора, и есть отдельная наука гомеопатии. Что это такое? Ну, гомеопатия – это и наука, и искусство одновременно. И действительно, гомеопатией должны заниматься люди, которые понимают всю ответственность, которую они берут на себя. А ответственность – это, как определено основательным гомеопатии, в первом параграфе органона. Органон врачебного искусства – это такая гомеопатическая Библия. И вот в первом параграфе написано, высшим и единственным предназначением врача является возвращать больному здоровье, как это предначертано. А человек, который не имеет медицинского образования, будет затрудняться, понимать, что происходит с человеком. Вообще, современный гомеопат – это не только врач, это не только психолог, это не только, как вы сказали, коуч. Хотя здесь еще до того, как профессия появилась, гомеопаты сопровождали пациентов, потому что рассматривали их всегда как не отдельный объект, у которого нарушена какая-то функция или проявляется какой-то симптом. А человека всегда рассматривали в совокупности, в целостности. Ведь задачей гомеопата, как и любого представителя холистической медицины, вернуть человеку здоровье. А здоровье – это понятие динамическое. Если мы говорим о цельности, к которой стремится человек, то здоровье – это только одно из проявлений. И для того, чтобы лечить и помогать человеку возвращаться в здоровое состояние и помогать ему быть целостным, сам гомеопат должен быть цельной личностью и постоянно развиваться. Это здорово. А у нас уже есть звонок. Наша зрительница Марина. Марина, здравствуйте. Оказывается, звоночек от Марины слетел. Сейчас переподключается. Может быть, это моя жена? Может быть. Надеюсь, что нет. Скажите, спрашивают у нас в Келеграм-канале, гомеопатия работает чаще всего за счет самовнушения, то есть эффекта плацебо – это, кстати, очень частый вопрос. Так ли это? Вообще, давайте немножко про гомеопатию, не про как науку, а вот именно как способ лечения. Вот это шарики. Почему шарики? То есть человек в аптеку приходит в определенную, не в каждую. И ему там что-то делают, какое-то волшебное снадобье. Форма передачи гомеопатического сигнала обычно через шарики, через глобулы. Ну, это исторически так сложилось, и, в принципе, в этих шариках нет материальной дозы обычно, а там есть некая информация. Эту информацию специальным образом готовят, ее изымают из источников гомеопатических препаратов, которые могут быть как из минерального царства, из растительного, из животного и так далее. Почему горошинки? Потому что в одном из этапов приготовления гомеопатического препарата то, что было спродуцировано или изъято из материального источника, нужно распылить на носитель. И одним из таких носителей может быть горошинка гомеопатическая. Естественно, когда она круглая, она просто впитывает быстрее. Но носителем может быть и вода, и в последнее время даже есть работа над тем, что носителем может быть звук. Ну, это отдельная тема. Поэтому горошинки исторически сложилось так, и это очень удобно. Это самовнушение все-таки? По поводу вашего вопроса, самовнушение или нет. Я вам приведу пример недавнего австрийского исследования. В этом исследовании людей, которые были в коматозном состоянии в результате сепсиса, лечили разными способами, в том числе и гомеопатическим способом. И они были, соответственно, в коме, без сознания. Им назначали гомеопатические препараты. И в контрольной группе, группа, которая получала не плацебо, а гомеопатический препарат, смертность была более чем в два раза меньше, чем в контрольной группе плацебо. Есть очень много доказательств того, что это не плацебоэффект. Хотя на самом деле плацебоэффект, это, к сожалению, заезженное такое понятие, но это очень серьезный медицинский аспект, его нужно изучать. Есть замечательная книга Джо Ди Спенза «Сам себе плацебо». Замечательная, огромная книга. И в этой книге упоминаются в том числе эффекты плацебо, о которых мы вообще не могли бы даже и подозревать. Называть гомеопатию плацебо – это, ну, уже прошедший век. Это люди, которые не идут в ногу со временем. А вот это вот исследование, там люди, получается, из комы вышли? Конечно, они не только выжили, но и вышли из комы. За счет гомеопатии? Очень. А вот принципы гомеопатии, напомните, пожалуйста, да, подобное лечится подобным. Я прошу прощения, что же подобно коме, может ли, ну, сепсису, что подобно сепсису, может ли лечить сепсис? Очень хорошо. Очень хороший вопрос, смотрите. Сепсис – это одно из, это всего лишь название, это носологическая единица, это диагноз. В самой коме человек может себя вести по-разному. Вот мы возьмем 100 человек, которые в коме, у одного это кома с полной пассивностью, у другого будет аджитация, возбуждение, время от времени проходить. У кого-то будет бледное лицо, у кого-то красное лицо. И вот кома, диагноз, оно определяет состояние или основное медицинское состояние человека. А вот индивидуализация помогает нам разобрать, какого рода это кома, как быстро она возникла, в результате чего. И мы с вами очень быстро можем увидеть, определить, что ком бывает очень много, что состояние бывает очень много. Вот говорят, паническая атака, как ее лечить? А паническая атака – это только диагноз, это только название, это носологическая единица. А есть столько видов панических атак. Так и, к сожалению, в последнее время приходится с этими состояниями сталкиваться очень часто. И в каждом состоянии, каждому человеку нужно будет подбирать индивидуальные гомеопатические препараты. Как же вы это делаете? Это какие-то анализы сдаются или что? Нет, анализы не сдаются. В основном гомеопатическое назначение опирается на сбор тех симптомов, проявлений, с которыми приходит человек. Или если не приходит как-то в коме, то это на основе наблюдений. Конечно же, анализы очень важны. И умение читать анализы, умение ориентироваться в медицинской терминологии – это, ну, как говорят, масты, это должно быть. Это только дополнительный фактор, дополнительный инструмент, который помогает гомеопату сделать правильное назначение. Но если мы говорим об индивидуализации, то даже в анализах можно будет посмотреть определенные черты. Каждый случай будет иметь свой колорит. Это очень такая общая информация. Давайте примем звонок от Марины. Давайте. И я попробую конкретизировать. То есть я прям буду вам конкретные вопросы задавать, чтобы лучше разобраться в этом вопросе. Марина, добрый день. Добрый день. Откуда вы? Я из Саратова. Отличный город. Ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос такой. Я вообще не новичок. Я как бы знаю, что такое гомеопатия. Я читаю книги, но вот хотел задать вопрос. Эффективно ли лечение гомеопатии при остеохондрозе? И можно ли применять сахарные вот эти шарики при диабете второго типа? Они еще и сахарные. Они, да, на основе молочного сахара. Вкусненькие. Сейчас мы, да, поэтому их любят. Марина, спасибо большое за два вопроса. Давайте по порядку остеохондроз. Каждый остеохондроз будет протекать по-разному. У каждого человека будет проявляться остеохондроз не только на разных уровнях. Да, да, на разных уровнях остеохондроз проявляется не только на уровне костной системы. Но часто в большинстве случаев проявлению на костной системе или на материальном уровне, на физическом уровне, будут перед этим наблюдаться проявления на психологическом уровне, на энергетическом уровне. И обычно остеохондроз – это уже результат. Это своего рода неразрешенный конфликт. И давайте представим себе три ситуации. Первая ситуация – человек приходит уже с остеохондрозом. Да, разбираются случаи. Мы собираем психологическую картину, мы собираем ментальную картину, мы собираем в общей сложности случай и назначаем гомеопатический препарат по подобию. По подобию не остеохондрозу, то есть не шоку, а по подобию именно человеку. Вот человек пришел со остеохондрозом. Это энергетическая составляющая? В том числе. Вот смотрите, приходит человек со остеохондрозом и выясняется, что он малоактивен, что у него полный вес. Марина, это не про вас сейчас, это в общей сложности ответ. В какой-то гипотетический случай приходит человек, у него малоактивность, у него повышенный вес, у него чрезмерная потливость, особенно по ночам, у него большое количество страхов. Он быстро истощается. Видите, я перечислил пока только пять симптомов. Обычно в случае нескольких десятков симптомов из них выбираются самые главные, производится ранжирование. И на основе самых главных симптомов, которые показывают картину препарата, мы подбираем препарат. У тех пяти факторов, о которых я только что говорил, они помогут выбрать гомеопатический препарат, который называется... Что это? Это гомеопатический препарат, который готовится из внутренней поверхности устрицы. Может, просто устрицу съесть? Ну, вот как хорошо. Устрицу съесть не поможет, потому что нам нужна информация об устрице, а не сама устрица. Есть некое энергоинформационное поле, которое запускает образование устрицы. Ведь когда мы рождаемся, всего лишь две клеточки, сперматозоид и яйцеклетка, соединяются, объединяются и начинает расти организм. А сначала идет развитие трех слоев — экзодерма, эндодерма и мезодерма. А потом волшебным образом из определенных клеток образуются клетки сердца, они начинают пульсировать, и в конце концов образуется сердце. То есть им кто-то подал сигнал. То есть им энергоинформационное поле рассказало, вы будьте сердцем. А этому кластеру у клеток был послан сигнал, а вы будьте печенью, а вы будьте почками. И вот это энергоинформационное поле или посыл, он с помощью гомеопатических методов приготовления препаратов, гомеопатами уже более 200 лет используется в не только подготовке препаратов, но и определению нужного препарата. Мы говорим об информации, и если человек приходит к нам с картиной, значит, мы знаем в нашем архиве, в нашей памяти, в нашей библиотеке есть тысячи гомеопатических препаратов. И из этих тысяч препаратов нужно выбрать один, единственный индивидуально подходящий вам. Поэтому при астехандрозе, а это с точки зрения гомеопатии достаточно легкое состояние для того, чтобы поправить здоровье. Это легко лечится. Но легко лечится, если оно не запущено уже так глубоко и далеко. Давайте мы возьмем не самые глубокие стадии патологии, а возьмем первичное состояние, когда только-только начиналось заболевание. Например, у маленькой девочки произошел стресс, ее напугала собака. Она никому не рассказала, скрыла этот стресс. И в душе рубец, организм запомнил эту травму и перешел в режим посттравматического синдрома. Травма накладывается на травму, конфликт на конфликт, неразвивающийся конфликт застревает в системе. Со временем такой ребенок будет защищаться не только от собак. Он будет защищаться от всего, что неожиданно может напугать или подвергнуть опасности его состояния. То есть если на этом этапе можно поговорить с девочкой или уже девушкой о ее психологическом состоянии и подобрать правильный гомеопатический препарат, который поможет человеку разрешить ситуацию, разрешить конфликт, то тогда не будет ухудшения, когда спускается спускание с горки в более глубокое состояние, когда организм уже не справляется на психологическом уровне, а вынужден защищаться на уровне ткани, на уровне органа, на уровне, в данном случае, остеохондроз, на уровне костной ткани. И остеохондроз — это уже очень глубокое состояние. Когда мы начинаем лечить, мы видим, что сначала улучшается состояние костей, а потом постепенно мы видим еще, что весь этот конгломерат раскручивался обратно по обратному порядку возникновения симптомов. То есть если вначале был страх, а потом отсутствие страха, а потом остеохондроз, то когда лечится остеохондроз, кальциевый обмен восстанавливается, кости укрепляются, и постепенно человек приходит к возможности реагирования, он оживает. В нем есть возможность отреагировать эмоционально, в том числе и на испуг. Но в данном случае ресурсность организма позволит ему отреагировать на испуг нормально и не оставить в системе, удалить его. И гомеопатия позволяет человеку разрешать конфликт и очищаться от конфликтов, выводить их. А сколько же длится прием врача-гомеопата, если диагноз ставится на основании вот такого глубокого разговора? Приемы бывают разные. Обычный стандартный классический прием длится часу до двух. Причем не всегда с первого раза можно пройти во все глубины, но это и не нужно делать. Мы же здесь не занимаемся каким-то соревнованием. И соревнования ни к чему. Самое главное здесь это вернуть больному здоровье. И приемы бывают иногда, нужно принять решение в течение нескольких секунд. Ну представьте себе, вам звонит человек попрощаться, потому что он стоит на краю крыши. Здесь нужно быть уже не просто психологом, врачом, гомеопатом, неважно. Здесь нужно понять, как ты можешь помочь человеку не сделать неправильного решения. И у тебя здесь нет ни часа, ни двух. Тебе нужно гомеопатически сработать. Были. Но родственники, наверное, звонят. А нет, вы знаете, нет. А зачем же он тогда прыгает, если он хочет, чтобы его спасли? Любой человек хочет, чтобы его спасли. Надежда умирает последней. Просто так плохо, да, безысходность. Кажется, что никто не может помочь. И вдруг вот в момент истины понимает, что есть еще какое-то средство, да, к которому нужно обратиться. Не успел обратиться, может быть, сейчас. Именно так. И вот в последнюю секунду, знаете, говорят, прилетела вся жизнь за несколько секунд перед глазами. Это тоже проявление надежды. Я правильно понимаю, что как-то я пытаюсь все перевести это в реальную плоскость, потому что так это получается какая-то квантовая физика? Это и есть квантовая физика. Это и есть квантовая физика. Абсолютно верно. И сейчас вот те ученые, которые занимались квантовой физикой, они пытаются найти объяснение гомеопатии. Сейчас есть замечательные труды в Канаде, в Америке, в России профессор из Санкт-Петербурга, профессор Коротков Константин Георгиевич ведет такие исследования уже много лет. Кстати, не только он в России, есть замечательные ученые, доктора наук, профессора, которые пытаются объяснить с точки зрения квантовой физики. А что же там происходит? Что же мы не видели ранее? Сначала без микроскопа что-то не увидели, потом появился микроскоп, благодаря Левенгуку посмотрели в микроскоп, увидели, что там что-то движется. Глаз это не воспринимает, но мы с инструментом ходим. А потом наше поле ограничено уже не только нашим зрением, но и тем, что дает нам микроскоп. И здесь очень важно. С одной стороны, наука расширяет наш кругозор, а с другой стороны, закрывает нас, блокирует нас от того, что происходит вне знаний науки. Представьте себе, что было, когда мы открыли электронные микроскопы. У меня в клинике всегда задают мои пациенты вопрос, а что у вас там за вами, какая-то картинка? А там есть картинка, фотография, которая очень похожа на снежинку. А это фотография гомеопатического препарата под электронным микроскопом, который сделал специально для нас знаменитый, известнейший Масаро Эмоту. К сожалению, он не с нами, но его труды остаются, и можно увидеть гомеопатический препарат, как он действует под микроскопом. А представляете себе, сейчас, если мы зациклимся, потому что мы знаем, мы возгордились, мы знаем, что гомеопатический препарат под микроскопом выглядит вот так, и мы остановимся там. Нельзя останавливаться, потому что вот сейчас трудами, кстати, российских ученых под руководством Новосадюк, Татьяна Владимировна, мы научились видеть гомеопатические препараты не просто под микроскопом, но и снимать на видео, что там происходит. Это потрясающе. И поэтому те, кто говорят, ну, с точки зрения науки, невозможно взвесить, определить, с точки зрения какой науки? С точки зрения науки, которая использует микроскопы, электронные микроскопы и современные методы исследования, в том числе квантовую физику. Ну, дорогие друзья, прямо сейчас, в прямом эфире мы продолжаем тему гомеопатии. Безумно интересная тема. Уже узнали, как действует гомеопатия, то есть в общих чертах, конечно же. Замечательный доктор, гомеопат, магистр наук, эксперт по холистической медицине Роман Бочеменский. Роман, давайте продолжим. У нас есть звоночек, давайте сразу на него ответим. У нас был еще вопрос от Марины. Мы продолжим после звоночка. После звоночка. Сначала звонок, хорошо. Пока у нас на линии Михаил, если я не ошибаюсь, и рекламу подождал, вот, поэтому нужно ответить. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует вопрос, ну, гомеопатией я пользуюсь давно, и для детей тоже. В принципе, вроде даже помогает определить так сложно, но меня интересует вопрос. Вот эти шарики, вот они же информацию несут в течение какого срока у них? Интересно, правда. Очень интересный вопрос. Если шарики хранить так, как полагается, то они будут нести информацию долго. Я вам расскажу один очень интересный случай, который ответит частично на ваш вопрос. Когда-то в городе Сибио, в Румынии, проходила Международная гомеопатическая лига, и один мой коллега узнал, что в этом городе, не случайно там лига проходила, потому что в этом городе работал Самуил Ганнован, основатель гомеопатии, и в аптеке города Сибио хранится аптечка гомеопатическая, которую приготовил еще сам основатель гомеопатии. Он зашел в аптеку и спросил, есть ли возможно посмотреть аптечку. Ему сказали, да, конечно. Вот он открыл эту аптечку, и, ну, представляете, потрясение адепта, который видит аптечку, приготовленную самим мастером. Он вытащил флакончик, первый попавшийся, открыл пробку. Обычно мы не рекомендуем нюхать или пробовать на вкус гомеопатические препараты, которые вам не прописаны. Но в порыве страсти, что же не бывает, и он вдохнул из этого флакончика, повосхищался, вышел на улицу, стал чихать, пришел в гостиницу и обчихал там всех. Его опытные гомеопаты расспросили, ты же вот только два часа назад не чихал, что же ты чихаешь? Значит, был какой-то причинный фактор, начали разбирать, и он говорит, нет, ничего не со мной нормального, это все сопровождалось чихом. И вот он вспомнил, да, я же был в аптеке, и я вот понюхал там какой-то препарат. Гомеопаты с книгами или с программами сразу же открыли свои справочники и определили, значит, есть такой симптом, рубрика. Чихает, как только выходит на солнечный свет. И там препарат Агарикус. Агарикус – гомеопатический препарат из мухомора. Да, в гомеопатии используются часто яды, но они безопасны, потому что используются в гомеопатических разведениях очень высоких. И там уже нет даже следов этих молекул, но есть то, что произвели молекулы. Так вот, как вы себе представляете, вся эта братья гомеопатическая ринулась в аптеку для одного единственного вопроса – выяснить, какой же тюбик открывал их коллега. И выяснилось, что он открыл Агарикус. И этому тюбику было уже более 200 лет. 200 лет хранилась эта аптечка. 200 лет этот горошинок был назад приготовлен. Наверное, даже больше, чем 200 лет. И все еще действенно. Но сейчас вокруг нас огромное количество разных видов энергии, которые разрушают тонкие структуры и тонкие энергии гомеопатических препаратов. Если я возьму гомеопатический препарат и положу его возле мобильного телефона, в большинстве случаев через какое-то время этот препарат будет непригоден. Он будет антидатирован. Ну а вокруг нас не только источники электромагнитной энергии, не только мобильные телефоны, разные источники Wi-Fi, роутеры и так далее. Часто мы летаем, берем гомеопатическую аптечку в небо, а там ионизация, там радиация намного выше, чем на Земле. И поэтому часто перед тем, как принимать гомеопатический препарат, задайте вопрос, а не антидатирован ли он, не лежал ли он вместе с мобильным телефоном или возле компьютера всю ночь и так далее. Так что действие гомеопатического препарата, который хранится правильно, может быть и через 100 лет проявлено. А препарат, который приготовлен только недавно, и курьер его привез в сумке с мобильным телефоном, он уже может быть дефективным. Вот оно как. Михаил, спасибо за ваш вопрос. Возвращаясь к вопросу из прошлой рубрики о сахарной шарике. Если у человека сахарный диабет, как принимать, можно ли вообще это делать? Гомеопатия помогает людям с сахарным диабетом. Есть сахарный диабет, первый. Во-вторых, мы не будем входить в эти подробности, но сам по себе посыл, который несет гомеопатический шарик, а он на молочном сахаре, может быть не так опасен, как вам это кажется. Это маленькое количество. Но, как я говорил ранее, гомеопатические препараты или гомеопатическую информацию можно передавать не только с помощью горошинок. Можно их растворять в воде. Я говорил уже о звуке. И вообще гомеопатичным бывают не только горошинки. Например, встречи бывают гомеопатичными. Книги, фильмы, разные герои. То есть основной постулак гомеопатии – это лечи подобное подобным. И все, что будет подобно нашему состоянию, из которого мы пытаемся выйти, может способствовать исцелению нас. Также мы можем подбирать подобные вещи для наших подопечных, для наших пациентов. Поэтому не гомеопатия единой и не только горошинками. Вообще хороший целитель, он интегрирует разные методы. И вот в том же органоне, о котором я говорил, основатель гомеопатии подчеркивает необходимость использования различных методов холистической медицины в поддержке и лечении наших пациентов. У нас есть звонок от нашей зрительницы Зои. Добрый день. Алло. Зоя, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте. Скажите, лечится ли артрит пальцев? Артрит, в общем. Началось с воскулита. И через пару лет начали пальцы болеть. Потом указательный средний искривляться. Скажите, пожалуйста, а воскулит начался после чего-то? После какого-то стресса? Ну, начиналось как будто бы с... Какой РЗ? Какой РЗ? То есть у нас маршрут болезни ОРЗ, воскулит, артрит. Правильно? Да. Я думаю, что прежде всего нужно подчеркнуть, что гомеопатия не лечит диагноз. Мы сейчас с вами произнесли три диагноза. ОРЗ, воскулит, артрит. На каждый из них, даже если человек приходит с одним из них, можно... у гомеопата может быть огромное количество сценариев. И для человека нужно подбирать препарат индивидуальный. Например, если вы придёте, я надеюсь, что вы придёте к гомеопату, обратитесь, если вы будете заинтересованы. Так вот гомеопат вас опросит и задаст вопрос по поводу артритов. Ему будет важно знать, когда он появился, что улучшает, что ухудшает состояние. Например, утром хуже или вечером. Что улучшает состояние с точки зрения холода или тепла. Какая пища ухудшает или улучшает состояние. И так далее, и так далее. И тогда артрит, который в вашем вопросе звучит одним словом, он оживает. У этого артрита появляется картинка. Этот артрит может быть из царства минералов, или из царства растений, или из царства животных. Этот артрит, он колоритен. И вот задача гомеопата определить картину артрита. Есть тысячи артритов, и на каждый из них практически нужно будет подбирать индивидуальный препарат. Но вы очень щедро поделились своей историей. Вы сказали, что перед артритом был воскулит, а перед воскулитом ОРЗ. И когда мы подбираем гомеопатические препараты, мы обязательно учитываем эту маршрутизацию, этот путь болезни. Для определенных препаратов будет характерно начало в дыхательной системе, потом переход на сосудистые проблемы, и после этого уже на более глубокие проблемы, связанные с воспалением суставов. Кстати, правильное гомеопатическое лечение будет способствовать тому, что у вас сначала уйдет артрит, потом на первый план выйдет воскулит, а потом после того, как воскулит начнет исчезать, активизируется слой, связанный с ОРЗ. И обычно так заканчивают заболевания. И здесь очень важно, как только артрит начнет уходить и появится на сцене, на аванс-сцене, ваш воскулит не подавлять, не лечить теми средствами, которые подавляют симптом, но не разбираются в чаяниях, в нуждах конкретного человека, в данном случае в ваших нуждах. И тогда вся эта болезнь уйдет так же, как приходила. Спасибо большое за ваш вопрос. А сколько по времени проходит лечение гомеопатическими средствами? Все очень индивидуально. И в данном случае хроническое заболевание, хроническое от слова хронос, от слова время, на то, чтобы оно пришло, ушло какое-то время, и для того, чтобы оно ушло обратно, тоже необходимо какое-то время. И в каждом случае это индивидуально, потому что нужно еще учитывать, а какой образ жизни ведет человек, а использует ли он антидоты, а работает ли он в экологически чистой среде или наоборот. И я могу эти факторы еще перечислять. В среднем. Понятно, что действие гомеопатического препарата, мы с вами говорили о том, что есть острый прием, когда нужно за несколько секунд принять решение. Там я ожидаю действия гомеопатического препарата за несколько секунд или минут. Вот в острых случаях, сейчас очень много острых случаях, связанных с испугами, шоками, паническими атаками. Чем быстрее человек обращается к гомеопату, тем быстрее будет эффект. Это все первые таблетки или накопительные какой-то? Здесь может быть и после первого назначения моментальное, быстрое, мягкое, надежное исцеление. Иногда нужен накопительный эффект, но здесь накопительный эффект нематериальный. Здесь очень важно подчеркнуть, что это накопительный информационный эффект. Это как будто бы каждый день повторять, воспитывать, образовывать нашу жизненную силу. Каждый день повторять. У тебя получится. И давать ей правильный посыл. Знаете, в латыни есть такое выражение «гута кават лапидем нон висе цепе каденде». Капля разбивает камень не силой, а частотой падения. Поэтому очень часто гомеопаты назначают ежедневный прием, учитывая те обстоятельства, в которых живет человек. Знаете, вот такой самый болезненный, мне кажется, вопрос, самый насущный, когда человек с серьезным заболеванием, например, онкологическое заболевание, обращается к средствам, но я так понимаю, что это не традиционная медицина, ну, по большей части, и начинает лечиться только ей. Насколько это вообще безопасно, опасно? Можно ли так делать? Это же высокий-высокий риск. Это неприемлемо. В таких тяжелых ситуациях обязательно нужно наблюдение онколога. И здесь нужно не вместо, а вместе. И в самом начале это могут быть гомеопатическая и палитивная поддержка после назначения радиотерапии или химиотерапии, других видов лечения. Со временем, когда жизненная сила укрепляется, и когда у человека есть достаточно сил отреагировать на гомеопатический препарат, и мы видим улучшение, и вместе с коллегами наблюдаем его, можем посоветоваться, можно ли сейчас какой-то период быть только на гомеопатии. Замечательно, очень хорошо. Вообще тема онкологии и гомеопатии, она очень развита сейчас. К сожалению, онкология молодеет и масштабируется. Сейчас онкологии намного больше, чем было еще 10, 20, 30 лет назад. И есть даже специальные, специализирующиеся на онкологии гомеопатические центры. Вот я недавно был в Индии. Есть там замечательные врачи, которые специализируются на лечении таких больных. Но это все-таки такая история, она сугубо индивидуальна, и, конечно, не стоит думать, потому что многие люди боятся химиотерапии и так далее. Если показано, то, конечно, это надо делать. Лучше до этого не доводить? Понятно. Как и вообще в любом случае, лучше не доводить патологию до... А вот как раз мой следующий вопрос, да, не доводить патологию. Пьется ли гомеопатия в качестве профилактики? Помните, я говорил, наивысшим и единственным предназначением врача является возвращать больному здоровье. Это первый параграф. В четвертом параграфе Ганнамон говорит о профилактике заболевания. Профилактика – это один из самых важных посылов в гомеопатии. И вот в последнее время очень много разговоров о доказательной медицине. И есть даже такое понятие «доказательная гомеопатия». И один из примеров доказательной гомеопатии произошел на Кубе. Там огромное количество людей страдало, болело лептоспирозом. Это какие-то паразиты, да? Это заболевание инфекционное, и оно возникает в основном после наводнений. И погибали десятки тысяч человек. Заболевали огромное количество людей, население. Министерство здравоохранения Кубы заказало у центра прививок, центральный орган по прививкам в Кубе необычное гомеопатическое средство. И когда 2,5 миллиона человек получили профилактически это средство, во-первых, не было ни одного летального исхода. Это очень важно. Представляете себе, несколько тысяч человек умирают, а здесь вообще никто. И, во-вторых, количество заболевших было намного меньше. Это из арсенала доказательной гомеопатии. Эти исследования опубликованы, можно им поинтересоваться. Вообще, в принципе, по поводу профилактики, это очень интересный вопрос. Вообще, в самом начале гомеопаты особо прославились. Еще вот в середине 19-го, как только-только начинались вот эти сильные эпидемии, в которых страдали одновременно сотни тысяч человек, обратили внимание на то, что те люди, которые лечатся гомеопатией, а можно и профилактировать гомеопатией. Например, есть группа людей, которые сейчас заболели инфекционным заболеванием. Мы собираем картинку, опять оцениваем, каким образом это заболевание проявляется сейчас в этой группе людей. И у нас выходит определенный препарат. Я вам исторический факт приведу. Тогда, во время холеры, основатель гомеопатии использовал несколько препаратов, среди них вератрум-альбум. А когда вератрум-альбум, это из семейства лилиейных, лилии цейны, лилийные, это растение, которое растет высоко-высоко в горах. И чем выше оно растет, тем оно ядовитее. Кстати, лилии желательно не оставлять в комнате, где вы спите. Видите, гомеопат. И советуют вроде бы какой-то такой... Ну, это и невозможно. Они пахнут, честно говоря, заподробительно. Они пахнут, но они еще ядовитые. И они очень сильно могут повлиять на состояние даже человека, который вдыхает. Так вот, в группе людей, которые больны инфекционным заболеванием, препарат помогает. Но можно всем контактирующим с ними людьми дать препарат, который им помог, и по подобию профилактировать. В таких случаях гомеопатическая профилактика эффективна в 90, более 90%. Но сейчас у нас звонок, и потом еще мы продолжим после рекламы, если у вас будет возможность продолжить прием, потому что тема очень обширная. Я от себя хочу задать вопрос. Немножко не то я имела в виду, когда говорила о профилактике. Вот смотрите, нас смотрят зрители. Понимают люди, что есть факторы риска. Но, может быть, нет еще заболевания. Но вот мы говорили про остеопороз, про инфаркты, про инсульты. Еще нет. Но у человека сетячий образ жизни, гиподинамия, да, есть какие-то факторы риска. Может быть, тот там болел по наследственности и так далее. Можно ли этому человеку, обратившись к врачу-гомеопату, получить какое-то средство, которое избавит его от этих возможных рисков, которые он себе наживает прямо сейчас? Конечно, обязательно этим и занимается гомеопатия. Есть профилактика на уровне группы, на уровне сообщества. Есть индивидуальная профилактика. И вот представьте себе человека, который ничем не болеет, но у него есть предрасположенности к заболеваниям. Плюс у него в роду и по наследству определенная генетика передает вот эту предрасположенность. Можно предположить, что если он будет вести нездоровый образ жизни, если он будет вести сидящий образ жизни, если он будет неправильно питаться, есть, пить, спать, дышать, двигаться и так далее, то он будет усугублять эту предрасположенность, когда-то в какой-то момент она может взорваться. Поэтому профилактика здесь прежде всего здоровый образ жизни. Но как только появляются первые звоночки, то индивидуальной профилактикой будет индивидуально подобранный препарат. Обычно этот препарат на долгие годы и на многие состояния. И вот у меня очень много пациентов, которые как только чем-то заболевают, принимают свой конституциональный препарат. Это не панацея для всего в данном конкретном случае. Но у большинства людей гомеопатический препарат, он активирует жизненную силу. И фактически мы не даем какое-то лекарство, которое справляется с чем-то в организме. А мы посылаем такой позыв, посыл жизненной силе. Ты справишься, ты умеешь, ты сможешь. Давайте такой посыл отправим нашу телезрительницу Тамаре. Она у нас сейчас на линии. Хочет задать свой вопрос. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Вы знаете, вот на протяжении пяти лет у меня потливость. Неважно. Вечер, день, ночь, утро. Это совершенно... Вот я собралась на улицу, допустим, идти, да? Сразу вся стала потная, мокрая. Мне приходится переодеваться, немного остыть. Я потом только выхожу на улицу. Бывает на улице. Вот мокрая вся абсолютно с ног до головы. И вы знаете, обращалась очень... Ну, во многих... К многим врачам обращалась. И никто не может найти причину, что это такое, от чего. Как вы думаете? Скажите, пожалуйста, а когда у вас началось это явление? С каких пор у вас такая обильная потливость? Ну, лет пять, наверное. Шестьдесят лет, в общем, короче говоря. Лет пять назад она началась, да? Внезапно. Внезапно. А вот из-за чего... Внезапно. А из-за чего она началась? Так вот, никто и не может... Не знаю. А вы не знаете, вы не помните? Нет, ну просто... Я думала, что это просто потеют. Как вот обычно люди потеют, да? А тут нет. Нет, она с каждым годом, она все больше и больше и больше. И вот эта потливость, она... Понятно. Это просто ужасно. Понятно. Хорошо. Смотрите. Очень мало данных, чтобы вам назначить в прямом эфире. Иногда я делаю в прямом эфире назначаю. И я это делаю только так, когда я уверен в назначении. Для того, чтобы подобрать вам гомеопатический препарат, нужно с вами поработать часа полтора-два. Если вы обратитесь к гомеопату, он это сделает. У вас очень яркая картина. Я думаю, что какой-то сбой произошел пять лет назад. Вы этот сбой уже описываете невольно, но вы произносите слово «внезапно». Там был какой-то стресс. Гомеопат поможет на приеме вам не только вспомнить этот стресс, определить его, но и, может быть, даже и разрешить на самой консультации. А в результате стресса произошел сбой. И вот когда мы потеем? Для того, чтобы отрегулировать температуру, для того, чтобы сбросить какие-то токсины, очиститься. И есть какая-то причина того, что вы потеете так интенсивно. И если подобрать вам гомеопатический препарат, то разрешится тот конфликт, который возник в результате стресса тогда. И организм не будет каждый раз, как пластинка, у которой есть, знаете, заешенная игла, если вы еще помните. Когда пластинки крутятся, поцарапанные, и все время возвращается одна и та же тема. Как у Левитанского, вы помните? Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. В вашем случае один и тот же симптом возвращается, и он усугубляется. Как только наладится баланс, как только произойдет гармонизация всех систем и органов, вам не нужно будет реагировать на выход из дома внезапным потением. Как интересно. Все-таки целая наука, действительно. Роман, скажите, пожалуйста, все ли пациенты, которые приходят к вам, которым назначается гомеопатия, выздоравливают? К сожалению, нет. Мне бы хотелось сказать все. Да и не могут выздороветь все. И вообще прерогатива гомеопата сопровождать пациента и не задаваться какой-то ролью, которая не его... Знаете, какая разница между гомеопатом и Всевышним? Да, я знаю эту шутку, но я не помню. Сейчас. Нет, я не вспомню. Я подскажу вам. Всевышний не думает, что он гомеопат. Я поняла. Да. Вы не подсказали, вы ответили. Это не подсказка была. Вы меня провели. Нет, я не провел. Так вот, смотрите, что происходит. Нам очень хочется, буквально несколько секунд, нам очень хочется помочь в каждом случае. Все, кто занимается гомеопатией, страстно желают помочь. Но не всегда это в наших силах. Нужно этому отдавать отчет. А когда мы можем помочь, так это большое счастье. Роман, упражнения в гомеопатии еще есть. Помимо лекарственных шариков, есть еще упражнения. Что же это за упражнения такие? Есть гомеопатические гаммы. Это упражнения для гомеопатов. Ну, как запомнить, представляете, какой объем информации нужно усвоить, если есть несколько тысяч, сейчас даже уже более 10 тысяч гомеопатических препаратов. И это только-только растет. Сколько нужно знать, чтобы ориентироваться не только в гомеопатии, но и в психологии, и в том, что происходит в современной науке, в современной медицине. Нужно еще поспевать смотреть фильмы, потому что многие наши пациенты рассказывают о себе посредством каких-то образов или героев. И это не только фильмы. Это могут быть и какие-то произведения искусства. Поэтому, когда я говорю об упражнениях, есть упражнения для гомеопатов. Вот в нашей академии мы очень часто эти гаммы разбираем. Это музыкальное что-то? Там все вместе. Вот, например, когда мы изучаем гомеопатический препарат. Сейчас я вам приведу пример. Один из самых известных гомеопатических препаратов — Арника. Арника очень славится тем, что она помогает при травмах. И все знают Арнику, но даже те гомеопаты, которые много пользуются Арникой, о каких-то вещах будут слышать впервые. Так вот, Арнику назначают тогда, когда есть травма. Но человек в состоянии Арники, он ведет себя необычно. Он всеми способами будет сигнализировать, не подходи ко мне, не дотрагивайся, со мной все в порядке. И вот он говорит, со мной все в порядке, только для того, чтобы предотвратить это приближение, сближение, это касание. Потому что любое касание для него сверхчувствительное. Потому что именно касание с чем-то травматичным привело его в такое болезненное состояние. И он будет таким образом себя вести. Кто-то только что потерпел какую-то аварию, и там нужно срочно вызывать скорую. Вот недавно я был в Санкт-Петербурге, был свидетелем такой ситуации. И мы подбежали оказывать помощь, у человека кровотечение, и он прорывается встать. При этом ему говорят, мы тебе поможем, он отодвигает вообще любую возможность контакта. Это, естественно, состояние Арники. Так вот, это запомнить, допустим, очень легко. Но у Арники есть еще и другие симптомы. Например, симметричные высыпания, или диагональные проявления, или определенного рода головные боли и так далее. А почему здесь гаммы? Вот. Для того, чтобы запомнить все это, есть определенная гамма, есть структура препарата. И для того, чтобы его помнить, вот этот образ, он будет ходить с тобой. Это для гомеопатов, это для тех, кто специализируется, им нужно изучать... То есть не для пациентов, а для докторов? А для пациентов самое хорошее упражнение – это улыбка. И если сейчас мы попросим наших зрителей улыбнуться, есть несколько условий. Улыбаться нужно прежде всего искренне, для себя, и подержать эту улыбку хотя бы 10-12 секунд. Лучше больше, но давайте попробуем. 10 секунд поулыбаемся. Я уже 10 секунд. И когда мы улыбаемся, мы способствуем выбросу дофамина, мы способствуем выбросу других нейромедиаторов, которые будут нормализовать, будут гармонизовать, балансировать нервную систему. И вот к этому упражнению можно приходить, делать его, представляете, вы едете в транспорте, просто улыбаетесь. Но вы настраиваете свою нервную, иммунную и все другие системы. У нас есть звонок от нашей зрительницы Нины. Мы примем этот звонок только при условии, что она будет улыбаться. Нина, улыбнитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Позитивная, я улыбаюсь. Здравствуйте. Это здорово. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. Мне 73 года, а вопрос у меня, холестерин высокий, вот не знаю почему. Во-первых, у меня лишнего веса, но никак. Жирная никогда не любила, сладким не увлекалась. Сейчас вообще себя так сдерживаю, да, даже если бы и захотелось бы мне, да. Но вот почему-то холестерин все время высокий. И я вот уже приняла бесповоротное решение пить статины. Я пропила три месяца. Но вот эта вот мышечная слабость, мышечные боли, в общем, я бросила пить. И в гомеопатической аптеке купила гранулы. И принимала их, ну, как сказали, по пять гранул на ночь, два раза в неделю всего. Вроде как бы и гомеопат у нас есть при этой аптеке. Другое дело, что я не уверена в квалификации. А потом еще, знаете, как я вот, у меня такое, ну, можно сказать, что как гениальность должна быть у врача, или чуйка это можно назвать, или еще как. В общем, я не обращалась, потому что, ну, мне пока что непосредственно, ну, не знаю. И вот получается, что, значит, я хотела узнать, есть ли готовые препараты, которые помогут каким-то образом повлиять на уровень холестерина. Либо, может быть, все-таки нужно действительно обратиться к врачу-гомеопату. И еще я хотела рассказать историю такой случай, значит, вот... А можно секундочку, я отвечу на ваш вопрос? Хорошо? Да. Буквально секунду. Скажите, а вы в каком городе живете? В Томске. На севере, на юге? Где? В Томске, в Томске. В Томске, в север. Окей. Да. Хорошо. Вкратце. Холестерин. Вообще, повышенный холестерин – это бич современного человечества. И я вам открою по секрету, что холестерин – это вещество стресса. Чем больше стрессует человек, чем больше у него переживаний, тем больше холестерин. И не всегда это зависит от питания. Очень часто обращают внимание только на питание, но не на образ жизни. И если вас что-то заботит, волнует, если вы в постоянном стрессе находитесь, то вот уже первая подсказка. Обратите внимание на это. Первое. Второе. Холестерин очень часто является следствием проблем желудочно-черочного тракта, как мы и определяли ранее. Но при этом и вес может быть нормальный, и сладкое человек не употребляет. Очень часто есть предрасположенность к высокому холестерину. И там уже нужно разбираться в комплексе. Почему именно через холестерин происходит адаптация? Ведь любой симптом – это попытка организма адаптироваться к тому, что происходит с ним, и попытка контактировать нормально с внешней средой. И когда нормальное контактирование не происходит по каким-то поводам, возникает необходимость адаптироваться. Адаптируемся мы через симптомы. Кто-то не может ходить самостоятельно, он берет палочку. Кто-то не может проснуться утром, он включает будильник. И вот эти помощники, они могут быть внешними и внутренними. И вот один из внутренних помощников – это холестерин. Но когда он уже зашкаливает, так сказать, там бывает опасность. И я с вами абсолютно согласен, что этой ситуацией нужно овладеть, нужно ее разрешить. И вы сами ответили на два вопроса. Вы задаете вопрос, может ли гомеопатия помочь? Может. Но не какими-то горошками, которые вам дают в гомеопатической аптеке, без подробного расспроса. Это профанация метода, профанация идеи. Для того, чтобы вам подобрать, нужно разобраться, а почему в 73 года у вас в этом возрасте, с вашей историей, с вашей картиной, это произошло. И какой гомеопатический препарат индивидуально именно вам поможет. Так что я советую вам и желаю от всего сердца найти гомеопаты. И так как вы начинали с улыбкой, у вас все получится. Спасибо вам за ваш звонок. Желаем вам здоровья. И вы, кстати, ответили на мой вопрос, который я тоже захотела задать. Ведь есть гомеопатические препараты, которые продаются для широкого потребления. Мне помогает. Я вам честно скажу, я человек, у которого часто теряется голос, у меня гомеопатическое средство есть, которое действительно помогает очень-очень быстро. А есть же, знаете, еще вот эти экстракты печени, утки, экстракты мандарина, лимона, грейпфрута и так далее. Ну и людям помогает многим. Вот как вы относитесь к этим массовым препаратам, которые называются также гомеопатическими? Юля, вы затронули здесь как минимум три вопроса. Я вкратце постараюсь на каждое из них ответить. Начну с последнего. Часто люди путают между гомеопатией и негомеопатией. Вот экстракт из зерен грейпфрукта или из других цитрусовых. Это натуропатическое средство. Гомеопатия имеет очень далекое, я бы сказал, может быть, даже не имеет отношения. Будет иметь отношение, если из грейпфрукта сделают гомеопатический препарат. Есть гомеопатический препарат из грейпфрута, и тогда это уже не экстракт, а это информация о грейпфрукте. Это что-то другое. И под гомеопатией очень часто подают, продают, подменяют настоящие вещи. Это не гомеопатия. Прежде всего нужно знать, что есть гомеопатия, а что нет. Второй вопрос. Может ли всем подряд помочь один и тот же препарат? Бывают ситуации, что да. Когда начался ковид, многие аптеки делали миллионы порций гомеопатических препаратов. Я лично знаю центр Виндии, один центр Виндии, а там их очень много. Мы встречались в октябре с руководителем этого центра, и они во время ковида раздали полтора миллиона доза. И в той области, где люди приняли профилактический гомеопатический препарат, а он раздавался там даже бесплатно через аптеки. То есть человек приходит в аптеку и говорит, мне нужно вот такое, и получает в аптеке. Там не было заболеваний ковида вообще. Это второй вопрос. Третий вопрос. Люди приходят в аптеку и говорят, у меня головная боль, есть ли у вас что-то гомеопатическое. Сам вопрос не гомеопатичен. Гомеопатия – это наука о подобии. Я могу с полки взять что-то подобное, только если я знаю, что подобно мне. А в вашем случае, когда теряется голос, в гомеопатии есть замечательный препарат. Я уверен, что в препарате, который вы принимаете… Нет, тут я нашла. Аконитум напелис арунтрифилиум. Видите, это уже несколько… Борис клобучковый. Да, это уже несколько компонентов. Это так называемая комплексная гомеопатия. Я говорю здесь о классической гомеопатии, когда каждому человеку прибирается один препарат на его индивидуальный случай. Но вполне возможно, что у вас голос начинает теряться, когда происходит микростресс. Микростресс – это всегда микрошок. И аконит – самый популярный, самый известный препарат при шоке. То есть я могу прийти в аптеку гомеопатическую. Аконит – это тоже борец клобучковый. Да, аконит – это и есть борец, он там есть, поэтому он вам и помогает. Можно не приходить в аптеку гомеопатическую, а пользоваться комбинированным. Но можно найти препарат вам, который вы примете один раз, и у вас не будет больше такого частого заболевания, связанного с… Как интересно. Вот, я разобралась для себя, что такое гомеопатия. И более того, мне она помогает. У нас есть звонок от Ирины. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Какой у вас вопрос? У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда приходят в аптеку и приобретают препарат, например, ребенок болеет, у него температура, кашель, и комплексное лечение назначено, и при этом родители приобретают статус. Можно ли такой препарат употреблять одновременно, например, с парцетамолом, с понижающими препаратами или с муколитиками, или, например, там, насморк? Знаете, это очень хороший вопрос с подводными камнями и течениями. Во-первых, мы говорим о том, что гомеопатия – это индивидуальная терапия, медицина. Если у ребеночка возникает высокая температура, резко, неожиданно, и он при этом беспокоен, и он насыщен огромным количеством страхов, и он перемещается с места на место, не находит себе места и так далее, – это будет картина Аконита. Юля. Как раз-таки борца. Борца. Он действительно борется. Аконит, видно, что борется. Если температура повысается так же резко, и у ребенка неожиданно краснеет лицо, он начинает забываться или даже входит в делюзии, или даже в бред, в данном случае ему нужен препарат Беладонна. Если ребенок, у него возникает температура, но не быстро, а постепенно, и кроме высокой температуры нет ничего больше, никаких симптомов, ни кашля, ни насморка, вообще вот только температура. Это фигня. И я могу продолжать этот список еще долго. У каждого острого заболевания будет свой гомеопатический препарат. А вы говорите о том, что прийти в аптеку и получить препарат как бы универсальный, но не для всех, а для конкретного человека. Так, или ребеночка тем более. Так не делают, так не надо. Но теперь о температуре. Сбивать температуру или не сбивать температуру. Когда еще лет 20 меня приглашали на телевидение и спрашивали, о сбивать температуру или нет, и я отвечал, что температуру в большинстве случаев сбивать ни в коем случае нельзя. После этого на меня и на моих коллег, которые осмеливались об этом говорить вслух, в прямом эфире, там были нападки. Какое счастье, что сейчас огромное количество мыслящих врачей советуют то же самое. При высокой температуре дать ребенку поболеть, дать температуре, сделать свое. Температура это защитник, температура это защитный механизм. При температуре возникает огромное количество тех видимых и невидимых изменений производства, тех биохимических средств, которые, веществ, которые начинают справляться не только с источником, с каким-то инфекционным агентом, с продуктами разложения этих агентов, но и помогает организму сразу же очиститься. При температуре все это происходит. Представьте себе процетамолом, что вы делаете? Вы просто тушите пожар или инициацию, или вы говорите войскам, которые призваны навести порядок, не наводить порядок. И в результате заболевание остается с человеком. В детских случаях мы наблюдаем так называемые последствия применения этих антиперитиков еще долгое время. Если вы сравните детей, которым дали поболеть с высокой температурой, а если при этом еще назначили гомеопатический препарат, они болеют высокоэффективно, и они быстро выходят из этого. Быстро, мягко и надежно. Но там же, извините, что я перебиваю, там же есть какие-то свои, соответственно, особенности, когда температура выше определенного, когда она становится неугрожающей. То есть это не любая высокая температура, это до показателя, без судорог, это очень важно. Всегда нельзя заходить за красные рамочки, за границы. Нужно понимать, что есть, ну, common sense, есть общая логика. Если, не дай бог, у ребенка возникают судороги, нужно снижать температуру. Любым способом, срочно, быстро, будь то гомеопатия, или будь то антиперитик, главное снять температуру, которая угрожает жизни ребенка. Мы здесь ни в коем случае не способствуем фанатизму, ни в коем случае, во-первых. Во-вторых, бывают случаи, когда температура возникла в результате отравления. Вот там нужно срочно в больницу, и там будут снижать температуру, и гомеопатия подождет. Все нормально. И бывают случаи, когда есть некоторые наследственные заболевания, генетические заболевания, когда очень опасно повышение температуры, и там нужно контролировать температуру этими средствами. Ну, опять же, не вместо, а вместе. И логика должна быть всегда. Мы ни в коем случае не должны быть фанатами. А так я с вами согласна абсолютно полностью, как человек, который какой-то вирус ходил в Москве очень сильно в ноябре, все болели, потом голос терялся у всех, все шепотом разговаривали. И я в первые дни сбивала температуру. И потом, знаете, ты понимаешь, что она дня через три так пытается вернуться, организм пытается бороться, потому что температура была там до 38 сентября. Я здесь родная, пусти меня обратно. Да, и когда вот она только стала развиваться, вот тогда сон-температура, сон-температура не очень высокая. Сон-температура, сон-температура, и восстановление есть. Мы уходим от самого главного целителя и лекаря, который в каждом из нас. Внутри нас есть целитель, который намного умнее гомеопатов, врачей, психологов, вместе взятых. И если способствовать его проявлению, если не подавлять его, если сделать так, чтобы наши методы помогали ему проявиться, проявить его потенциал, то люди не будут болеть так часто и так тяжело. У нас есть еще один звонок от Рузанны. Рузанна, добрый день. Откуда вы? Здравствуйте. Город Сочи. Ух ты. Здравствуйте. Подростку 16 лет. Нежавно появились эпилептические приступы. Первый приступ, он упал. Были сильные судороги. Понятное дело, что я не поняла, что это были эпилептические приступы. Помогали как могли. После у нас появились зависания. При зависании, но я вообще думаю, что это все началось после сильного испуга. При зависании у него сильно открываются глаза, такие зрачки, вот смотрит в одну точку. При задавании вопросов в этот момент он может ответить. Иногда правильный ответ, иногда такой, допустим, там я был на футболе, вообще не на такой вопрос. У него очень с детства влажные руки и ноги, холодные. Он всегда приходит домой, снимает носки. Ну, ходит без носков. Зима, лето без носков. Очень стеснительный. И часто мне говорит, мам, почему я вот при разговоре, или даже если чужие говорят, сразу глаза слезятся. Не любит сильных звуков, криков. Сразу так аж сдергивается. Что еще? Боится высоты. И вот зависание у нас сейчас именно по утрам. Если его рано пробудить, он может зависнуть. Допустим, идет в туалет, тишина. Я спрашиваю там, сынок молчит. Или да, мам, ответит. Я говорю, открой дверь. Может открыть дверь, выйти. И я понимаю, допустим, по тому, что или он зубы чистил, не дочистил, оставил. И после зависания сразу тянет его на долгий сон. Спит очень долго. Розан, смотрите. Вы уже дали яркую картину. Даже такое необычное, но я могу предположить гомеопатический препарат. Хочу сразу же подчеркнуть. В прямом эфире назначать гомеопатический препарат после двух с половиной или трех минут выслушивания всего лишь картины, тем более не выслушав от вашего сына, 16-летнего, от вас. Это некорректно, неправильно. И я не хочу профанировать место. Поэтому я вам сейчас расскажу о своем подходе и даже предложу подумать в каком-то направлении. В Сочи есть замечательные гомеопаты. Вы можете обратиться для того, чтобы продлить, продолжить этот диалог. Смотрите. И один вопрос перед этим. Скажите, пожалуйста, внезапно в 16 лет это возникло, а в результате чего? Вы помните этиологический фактор? Причинный фактор был какой-то? Да, смотрите. Ему сейчас 16, но это уже скоро будет как 2 года. Ему 16? То есть это в 14 лет появилось? Да. Хорошо. А вот перед испугом что-то было или сразу же после испуга это возникло? Нет. Я эту картину всю вспоминаю, раскладываю. Вот смотрите. Получается. Я замечала иногда он по утрам вставал, допустим, на футбол собирается, бах, там что-то... Розанна, одну секундочку, ответьте, пожалуйста. У нас не так много времени. До 14 лет у него были зависания или нет? Всего лишь этот... Да, были зависания, но я не понимала, что это... И потом произошел... Потом был испуг, и после этого эти зависания стали частыми. Насколько я понимаю. Поэтому, что мы с вами можем здесь видеть, и что я могу порекомендовать? У ребенка, видимо, были уже предрасположенности к этой болезни, а после испуга эта болезнь усилилась. Это не болезнь, которая возникла после испуга, но испуг спровоцировал и усилил, акселерировал все, что происходило ранее. Дальше. Если я возьму вот несколько рубрик, о которых вы говорите, страх, заболевание от испуга, очень влажные руки, очень стеснительный. Все это произошло внезапно, утром ухудшение. Я могу предположить гомеопатический препарат силика. Еще раз, при свидетелях говорю, это не назначение. Вам назначение должен сделать гомеопат. Но силика очень известна во-первых, нарушением нервной системы у детей и подростков, во-вторых, когда происходит испуг и в результате испуга усугубляется состояние, в-третьих, для силики очень характерны влажные руки, в-четвертых, силика очень стеснительная, они обычно очень аристократичные и интеллигентные дети. Здесь очень много показаний на силику. Но я бы еще дифференцировал с другими препаратами, как цик... и другими. Уверен, что гомеопатия может помочь вашему сыну. Обращайтесь к гомеопату, это стоит того. Спасибо большое. Потрясающий, интересный разговор. Вопросов еще очень-очень много, несмотря на то, что мы с вами полтора часа провели в эфире. Уже полтора часа прошло. Уже, представляете? Спасибо огромное. Приходите к нам еще, мы будем очень рады. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.